Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу прочитать для вас небольшую лекцию об очень, на мой взгляд, острой и важной теме, сложной психологически для многих владельцев. Эта тема связана с собаками с ограниченными возможностями. То есть мы хотим рассмотреть с вами сегодня два аспекта. Это психологический взгляд владельца на состояние собаки с ограниченными возможностями. И мне кажется, что очень важно поговорить о том, как мы думаем, как переживает и что испытывает сама собака, когда у нее есть какие-то ограничения в возможностях. Для начала давайте с вами определимся с понятиями, давайте поговорим о том, что такое ограничение возможностей. По-простому очень часто мы называем таких собак собаками-инвалидами, то есть это собаки, у которых есть различные нарушения, которые отражаются на их повседневной деятельности и, соответственно, они ее затрудняют. Обычно мы относим собак, вот среднестатистические самые частые случаи, мы относим к этой категории собак, у которых есть различные нарушения работы органов чувств, то есть чаще всего это слепота и глухота, различные физиологические нарушения или болезни, которые приводят к тому, что собака не может быть настолько активной, настолько эффективной в своей деятельности, как она раньше могла быть. Это отсутствие или паралич конечностей, это хронический болевой синдром. И еще одна категория, которая, на мой взгляд, заслуживает особого внимания, это собаки пожилого возраста, которые в силу этого самого возраста испытывают различные затруднения в эффективности их жизнедеятельности. Мне кажется, что эта тема очень важна, потому что здесь есть два аспекта. Есть аспект, как мы можем предположить, что испытывает сама собака с ограниченными возможностями. И второй аспект, это то, что испытывают владельцы таких собак, какие чувства они переживают, как они думают, переживает эти состояния сама собака. И давайте начнем как раз с того, как мне кажется, что испытывает сама собака со своими ограничениями, как она их воспринимает. С моей точки зрения, есть как минимум три очень важных критерия, от которых будет зависеть, как эти ограничения воспринимает сама собака. Во-первых, очень важный критерий — это то, является ли это ограничение врожденным, или оно возникло в течение жизни собаки. Когда собака рождается с какими-то ограничениями, сейчас, к сожалению, появляется все больше щенков, рождается все больше щенков, у которых есть ограничения органов чувств. Это щенки, которые рождаются глухие или слепые. И вот очень важно понимать, что несмотря на то, что, конечно, с нашей человеческой точки зрения это ужасно, когда щенок рождается глухой или слепой, но на самом деле для щенка, для собаки, которая не знает, что может быть по-другому, такое ограничение воспринимается гораздо существеннее, легче, чем когда это ограничение возникает в течение жизни. То есть, грубо говоря, этот щенок не знает, что он потерял, потому что, в отличие от человека, он не знает, что может быть по-другому. Когда собака теряет какую-то возможность слышать, видеть, например, или теряет возможность передвигаться уже в течение жизни, будучи взрослой собакой, конечно же, это воспринимается ей гораздо более тяжело. И второй, вытекающий из этого аспект, это то, насколько быстро развивалось это состояние, то есть, насколько быстро развивалось это ограничение. Бывает такое, что в силу обстоятельств, к сожалению, собака довольно резко теряет способность, например, видеть или слышать, или собака теряет способность передвигаться, ввиду, например, пореза или паралича задних лап, что очень часто, к сожалению, случается. И в таком случае, когда это происходит резко, конечно, это тяжелее, чем если это состояние развивается постепенно. Например, очень часто у пожилых собак снижается острота слуха или зрения, и, как правило, это происходит плавно и постепенно. За счет этой плавности у собаки появляется возможность более эффективно адаптироваться к этим изменениям. То есть, она начинает слышать все хуже и хуже, и она подстраивается под это изменение остроты слуха или зрения. Поэтому это тоже воспринимается значительно легче самой собакой. Ну и третий аспект, о котором мы с вами поговорим очень подробно чуть позже, в конце лекции, это фактор снижения самооценки и повышения тревожности на фоне вот такого ограничения у собаки. То есть, бывает так, как бы это удивительно ни звучало, что собака может практически не испытывать каких-либо серьезных эмоциональных переживаний в связи с приобретением инвалидности. И часто это происходит именно из-за того, что владельцам удается создать для собаки такую среду, в которой она не сталкивается со своим ограничением в такой серьезной степени, чтобы это привело к снижению самооценки. И мы поговорим с вами обязательно о том, что такое самооценка, как она формируется, и как мы можем повлиять на то, чтобы поддержать самооценку собаки с ограничениями возможностей. Давайте поговорим про потерю слуха, зрения, как самые частые ограничения, которые случаются в жизни современных собак. И прежде чем мы поговорим об этом, давайте вспомним, что у собак есть пять органов чувств. И здесь на слайде вы видите их, они расположены в порядке их значимости для самой собаки. То есть это одно из очень важных различий между нашими видами, между человеком и собакой. Для человека ведущим и самым значимым органом чувств является зрение. То есть с помощью зрения мы в основном познаем мир. У собак, как вы видите, зрение стоит на третьем месте. Для собак самым главным органом чувств является обоняние. То есть это ведущий способ познания мира собакой. И вот в этом огромное различие. Мне кажется, нам всем было бы очень интересно хотя бы часочек побыть в шкуре собаки и попробовать воспринять мир её, видите, мы даже говорим глазами. Да, собака познаёт мир через нос, через обоняние. Мне кажется, очень сложно представить себе, каково это познавать мир, то есть узнавать мир через обоняние, не столько через зрение. И с точки зрения потери работы органов чувств у собак, нам очень важно это понимать, что обоняние собаки теряют крайне редко. Чаще всего страдает именно слух и зрение. И поскольку для собак это не такие значимые органы чувств, не такой значимый аспект, через который они познают мир, это воспринимается ими значительно легче, чем часто нам кажется. И значительно легче, безусловно, чем это воспринимает человек, например, при потере зрения. Вообще нужно сказать, что зрение у людей и у собак очень сильно отличается. Именно поэтому потеря зрения для собаки не является такой катастрофой, какой это является для нас, для людей. Собаки в общем и целом значительно хуже видят. Они дальнозоркие, они близорукие по сравнению с человеком. Единственное отличие в положительную сторону, что отличает зрение собак от человеческого зрения, то, что собаки лучше человека видят в темноте, и собаки лучше определяют движение мелкой добычи. То есть быстрые движения, они очень хорошо отличают, в отличие от человека. И также собаки видят цвета совершенно по-другому. Вы видите здесь на слайде, представлена такая условная палитра цветов в сравнении взгляда собаки и человека. Я для себя формирую такую очень простую запоминалку, как запомнить, как видит мир собаки. Представьте себе светофор. И вот все эти цвета собаки видят примерно одинаково. Они видят их как жёлтый. То есть трава у собак жёлтая, ёлочка у собак жёлтая. То есть они видят вот эту палитру в жёлтом цвете. Остальные цвета все более-менее похожи, они воспринимают как человек. То есть во многих аспектах зрение собаки значительно хуже человеческого. И поэтому, если брать потерю любого органа чувств, то именно потеря зрения воспринимается собакой значительно легче. И собака значительно легче адаптируется к жизни без этого органа чувств. И, конечно, они хорошо компенсируют это за счёт развитого обоняния и слуха. Особенно обоняния как развитого органа чувств. И в моей практике встречалось довольно много собак, которые в силу разных обстоятельств потеряли зрение. Кто-то ещё при рождении, кто-то в течение жизни, кто-то ближе к старости. И на самом деле это иногда удивительно наблюдать за такими собаками, потому что у многих из них прямо очень сложно сказать, что они слепые. То есть когда мы наблюдаем за тем, как эта собака перемещается по дому, как эта собака перемещается даже на прогулки, многие люди удивляются, когда узнают, что эта собака слепая. Потому что они очень хорошо ориентируются на обоняние, они чувствуют дуновение ветра, они хорошо слышат, поэтому они адаптируются на то, что они слышат, что там приближается к ним, что проносится мимо и так далее. Поэтому довольно неплохо собаки к этому адаптируются. Естественно, потеря любого органа чувств приводит к своим ограничениям. И если говорить о жизни собаки с человеком, то есть что важно понимать хозяину, как мне кажется, это то, что безусловно такую собаку не стоит отпускать с поводка. Потому что это увеличивает риски того, что она может попасть в беду, даже несмотря на то, что она может вполне неплохо адаптироваться на прогулки. Но с моей точки зрения это повышает риски того, что с собакой может что-то случиться, потому что она не видит. И также в жизни с человеком обычно, имея слепую собаку, мы, зоопсихологи, рекомендуем просто разработать определенную систему коммуникации. То есть эти собаки ограничены в том, что они не могут понимать нашу сигнальную систему. То есть они не могут ориентироваться на наш язык тела, когда мы коммуницируем с ними. А для собак это довольно важная система коммуникации. Собаки очень хорошо определяют наши эмоциональные состояния, наши намерения и наши требования, просьбы через восприятие наших жестов, нашей мимики и так далее. Поэтому, к сожалению, со слепыми собаками мы этого лишены. Но у нас остается аудиальный канал, то есть мы можем взаимодействовать через слух с собакой, через речь с собакой. И, соответственно, нам необходимо просто разработать определенную систему коммуникации через слух. Очень важно помнить о том, что такую собаку важно предупреждать о прикосновениях, о каком-то взаимодействии. То есть если мы представим себе зрячую собаку, мы, например, к ней подходим с когтерезом, чтобы постричь ей когти или одеть ей шлейку на прогулку. И наша собака, она видит, что мы к ней подходим, и она видит, что у нас в руках находится определенный предмет, который является символом предстоящего какого-то мероприятия или какой-то ситуации. И собака понимает, что сейчас произойдет. Слепая собака, естественно, лишена такой возможности, поэтому нам очень важно не молчать, а предупреждать собаку о том, что сейчас будет происходить. То есть мы к ней подходим, мы заранее ее зовем. Ни в коем случае не стоит слепую собаку будить прикосновением без предупредительного сигнала. И дальше мы собаке объясняем, что сейчас будет происходить. Пойдем гулять, давай стричь когти и так далее. То есть мы делаем акцент больше, чем с обычной собакой, именно на аудиальную систему коммуникации. То есть мы разрабатываем большое количество слов-маркеров, слов-сигналов, которые будут предупреждать собаку, то есть давать ей ощущение предсказуемости через вот такое взаимодействие. То есть мы активно руководим поведением собаки, особенно на прогулке. Если что-то происходит, например, к нашей собаке бежит собака, или ребенок, или человек, или проезжает мимо машина, то очень важно просто сообщать ей о том, что происходит, и руководить ее поведением. То есть, например, к тебе бежит собачка, делая акцент на слове собачка, или машина, или дорога. То есть мы обучаем собаку ориентироваться на нашу речь и больше, чем со зрячей собакой, вводим вот таких слов-маркеров. Что касается потери слуха. Как мы с вами уже говорили, слух для собаки является более значимым органом чувств, чем зрение. И поэтому, конечно, потеря слуха собакой переживается обычно более сложно. За исключением тех ситуаций, когда собака, как я уже говорила, родилась, от рождения была глухой. Но при этом, если у собаки хорошо работают остальные органы чувств, она очень тоже неплохо способна к этому адаптироваться. Что касается ограничений, то здесь также я крайне не рекомендую отпускать такую собаку с поводка на прогулке. И также необходимо формирование невербальной системы коммуникации с такой собакой. То есть нам очень важно понимать, что в отличие от предыдущего случая, эта собака, наоборот, она ориентируется в основном в коммуникации с нами на наш язык тела. Она не может воспринимать звуки, не может воспринимать то, как мы привыкли общаться с собаками, слова. И, соответственно, нам необходимо просто сформировать систему коммуникации невербальную. То есть все команды, все наши намерения мы выражаем через движение нашего тела. Очень многие хозяева просто разрабатывают определенную систему жестов, которые собака прекрасно учится понимать. Здесь очень большой плюс именно в том, что восприятие собак, оно заточено на то, чтобы постоянно отслеживать различные изменения движения человека, мимики. И по этим сигналам собака очень здорово понимает, что сейчас хочет сказать ей хозяин. Поэтому главное просто не забывать об этом. И главное разработать определенную систему, как мы будем обращать внимание собаки на себя. То есть если, например, мы идем с собакой на улице, наша собака находится на поводке. И, естественно, чаще всего в такой ситуации собака находится чуть впереди, и она нас не видит. Для того, чтобы мы имели возможность дать ей команду или как-то руководить ее поведением или предупредить о том, что что-то происходит, нам необходимо обратить ее зрительное внимание на нас. Нам нужно сделать так, чтобы она увидела наше тело, которое мы будем ей об этом сообщать. И, соответственно, тоже важная причина, почему я не рекомендую спускать с поводка таких собак, потому что с помощью поводка мы можем научить собаку обращать на нас внимание. Например, определенное движение поводка, это не рывок, это не что-то жестокое, это просто определенное натяжение поводка, будет для нашей собаки сигналом, что нужно обратить на нас внимание. И как только собака повернется и на нас посмотрит, мы можем подать ей определенные невербальные сигналы, определенные сигналы тела. И, повторю, собаки очень хорошо учатся понимать язык нашего тела, поэтому им дается это без труда, нет никаких сложностей замены вербальных команд на невербальные. Также очень интересный аспект собак с глухотой заключается в том, что собаки очень хорошо чувствуют вибрацию пола, любые собаки. Но те собаки, которые потеряли слух, они начинают больше развивать другие органы чувств для того, чтобы максимально компенсировать недостаток. И, соответственно, они очень хорошо начинают ориентироваться на вибрации пола. Поэтому, например, когда наша собачка спит, мы не хотим ее тактильно, неожиданно будить, мы можем подойти к ней, например, не сильно топнуть по полу, и собака может тоже научиться понимать, что, например, один удар ногой по полу – это один сигнал, два – это другой сигнал, три – это третий сигнал и так далее. То есть мы можем очень здорово коммуницировать и через вибрацию пола, который собака с глухотой тоже прекрасно воспринимает. Что касается потери обоняния, то эта проблема встречается крайне редко. В моей практике был только один случай, когда я работала с собакой, у которой подозревали полное отсутствие обоняния в связи с тяжелейшей черепно-мозговой травмой, в результате которой собака практически полностью потеряла нос. Соответственно, очень сильно пострадала слизистая носа, и, соответственно, у собаки, по всей видимости, практически не осталось рецепторов, которые могут воспринимать запахи. Поэтому это происходит крайне редко. И более того, мы точно никак не можем это диагностировать, потому что если собака слепая или глухая, у нас есть довольно объективные наблюдения, которые могут нам подсказать, что собака действительно не слышит или не видит. Когда речь идет об обонянии, у нас нет такой возможности, поэтому мы можем только догадываться. Поэтому, конечно, потеря обоняния, на мой взгляд, является самым сложным ограничением для адаптации собаки. Но при этом это встречается крайне редко. Если все же такое произошло, то, безусловно, это накладывает большой отпечаток на возможность собак и удовлетворять свои базовые психологические потребности. Потому что, повторю, собака познает мир через обоняние. Наверняка вы все встречались с какими-то довольно смешными историями, когда, допустим, собака не видела какого-то важного для нее человека какое-то количество времени, потом этот человек возвращается домой, и, например, открывается дверь, и собака сначала его страшно облаивает. И стоит ей только подойти на трясущихся лапах и обнюхать человека, и тут у нее начинает безумно вилять хвост, и она безумно радуется, потому что она узнала этого человека. Это такое доказательство того, что собаки ориентируются, в основном, на обоняние. То есть через зрение собака не узнала этого человека, ей необходимо было его обнюхать, и тогда именно с помощью запаха собака смогла его узнать. Очень много других историй, которые нам показывают, как значимо для собаки обоняние. Там мы видим, как собака постоянно на прогулке обнюхивает все, как собаки коммуницируют друг с другом через обоняние, как собака, которая только что чего-то боялась, она обнюхала этот предмет, и тогда она успокаивается. То есть ей недостаточно даже, не знаю, с расстояния метр понюхать этот предмет, ей необходимо его обнюхать. Поэтому, конечно, потеря такого значимого органа чувств является крайне сложной для адаптации. И обычно у таких собак очень существенно ограничены возможности коммуникации с различными социальными партнерами, с собаками, с людьми. Им требуется очень близкое расстояние для зрительного контакта, звукового контакта, для того, чтобы узнать кого-то. И, естественно, здесь повышается риск, особенно если собака потеряла обоняние в взрослом возрасте, здесь повышается риск того, что собаки будут развиваться на этом фоне тревожности, страхи в коммуникации и на прогулке. Помимо всего прочего, у собак есть потребность в том, чтобы познавать мир через обоняние. И, соответственно, собака, лишённой этих возможностей, конечно, лишается и возможности удовлетворять какие-то значимые психологические потребности. Но повторю, что в моей практике встречался только один такой случай. То там были подозрения, что какой-то уровень запаха собака способна чувствовать. Поэтому с такой собакой мы всё равно работали через поисковые игры, для того, чтобы компенсировать возможность обонять и узнавать мир через нос. Поэтому, конечно, это уже индивидуальный вопрос, когда мы сталкиваемся с такой ситуацией. Но так или иначе, обратите, пожалуйста, внимание, что я говорю, что это ограничение. Это не значит полная потеря возможности собаки удовлетворять потребности общаться. Очень во многом адаптация этой собаки будет зависеть от того, какую поддержку ей оказывает владелец, как он руководит её поведением, как он помогает ей справиться с какими-то тревогами на прогулке. Об этом мы тоже чуть позже поговорим. О том, как мы, люди, можем поддерживать таких собак. Что касается тоже очень частой проблемы, это потери или паралич конечностей у собак. Здесь важно тоже понимать, что при потере одной конечности собаки очень хорошо адаптируются к такой ситуации. У нас в стране, насколько я знаю, к сожалению, не очень развит подход к протезированию конечностей у собак. Знаю, что в Штатах, в Европе эта практика уже довольно популярна. Надеюсь, что и в нашу страну тоже придёт такая история. Но даже если у собаки нет протеза, в любом случае, когда собака теряет только одну конечность, она вполне может передвигаться, она может бегать, она может играть с другими собаками, она может взаимодействовать с хозяином. Здесь ограничение, которое встречается, безусловно, это то, что необходима консультация с реабилитологами, с фитнес-тренерами для того, чтобы внимательно следить за состоянием опорно-двигательного аппарата, потому что, конечно, когда у собаки нет одной конечности, то нагрузка распределяется негармонично на всё оставшееся тело. И здесь могут возникать различные проблемы с другими конечностями, воспаление и так далее. Поэтому здесь, конечно, моя рекомендация обязательно обращаться к реабилитологам, фитнес-тренерам, которые разбираются в этом вопросе, потому что такой собаке, возможно, потребуется какая-то определенная гимнастика или массаж или ещё что-то, чтобы снять нагрузку с других конечностей. При параличе задних конечностей, что очень часто возникает у собак хондродистрофичных пород, которые страдают от такого заболевания, как дископатия, то есть грыжа межпозвоночных дисков, очень часто у таких собак происходит паралич, особенно задних конечностей. И даже если не удалось компенсировать это состояние, если это постоянное будет состояние у собаки, то у нас есть возможность сделать для собаки специальную коляску инвалидную, которая также помогает собакам довольно активно двигаться на прогулках, довольно активно познавать мир, взаимодействовать даже с другими собаками. Поэтому здесь тоже у нас есть сейчас, к счастью, в нашей стране такие возможности. Что касается паралича, то вот здесь как раз в своей практике я довольно часто сталкиваюсь с тем, что именно это состояние очень часто бьёт сильно по самооценке собаки. Очень часто это связано особенно с проблемами с одиночеством у собак, то есть в моей практике не очень редко возникали ситуации, когда собака из-за болезни теряла способность чувствовать свои задние лапы, и в результате у неё начинались проблемы с тревогами в основном дома. То есть если собачка у нас на коляске, то на прогулке она может чувствовать себя вполне хорошо, вполне эффективной. Но когда она остаётся дома, обычно, естественно, дома с собаки снимается коляска, и собака понимает и осознаёт свои ограничения, она понимает, что она не может так быстро, так эффективно справляться с какими-то трудностями. И здесь очень часто возникают проблемы с тревогой одиночества, когда собака просто боится оставаться дома одна. Здесь просто важно понимать, что это естественное следствие, и тоже мы можем поддержать такую собаку определёнными мероприятиями. Просто знать об этом, мне кажется, полезно и важно, что такое может произойти. Также очень часто мы сталкиваемся с таким состоянием, когда у собаки нету вот таких серьёзных потерь в виде потери слуха, зрения или конечностей. Но так или иначе у собаки возникают некоторые проблемы, которые связаны с тем, что она в принципе теряет возможность так активно двигаться, так эффективно физически справляться с какими-то ситуациями. Это чаще всего происходит при благоприятном варианте, чаще всего это происходит у устареющих пожилых собак. Ввиду каких-либо заболеваний, которые приводят к тому, что уровень активности собаки снижается. И конечно же это болевые синдромы. И с моей точки зрения, самый главный критерий оценки именно психологического состояния собаки, это наличие или отсутствие болевых ощущений. Потому что, конечно, физическая боль, это фактор страдания и человека, и собаки. И поэтому, если собака хочет двигаться, если у собаки есть вот эта внутренняя энергия, побуждение и мотивация к активной жизни, но именно боль не даёт ей этим заниматься, то, естественно, это будет приводить к довольно серьёзному психологическому дистрессу. И поэтому мне кажется, что так важно всегда, когда мы подозреваем, что у собаки что-то не так, она стала более слабой, более вялой, обязательно обращаться к ветеринарным врачам и обязательно проверять собаку на наличие или отсутствие болевых ощущений. И, безусловно, когда речь идёт о заболеваниях физиологического характера, которые просто приводят к снижению активности, то есть это не то, что собака прям плохо себя чувствует, а собака просто стала менее активна ввиду возраста или определённого заболевания, то обычно собака переживается не так страшно, как, например, болевые ощущения, потому что собака, в принципе, только и рада отдыхать, то есть её потребности меняются, у неё повышается потребность в релаксации, в отдыхе, поэтому эта собака не испытывает этого страдания от того, что она потеряла возможность двигаться, потому что она сама рада подольше поспать. И в любом случае, повторюсь, что здесь очень важный фактор внимания со стороны хозяев – это что происходит с самооценкой собаки в связи с тем, что она теряет возможность так активно двигаться. В современной зоопсихологии принято выделять кризисные периоды не только развития психики щенка, но также кризисные периоды старения, так же, как и у человека. Хочу обратить ваше внимание на то, что это очень условные временные рамки, потому что, как вы наверняка знаете, продолжительность жизни разных пород очень-очень разная. То есть, к сожалению, некоторые породы собак, их средняя продолжительность жизни 8 лет, 10 лет. И тогда, конечно же, временные рамки, которые вы видите на экране, они очень сильно смещаются. То есть сейчас мы с вами рассматриваем среднестатистическую собаку, средняя продолжительность жизни, которой 12-14 лет. Если у нашей собачки продолжительность жизни меньше, то, соответственно, мы сдвигаем эти рамки на более ранние. Принято считать, что 6-летний возраст – это начало процесса старения. То есть, поймите правильно, здесь речь не идёт о том, что эта собака вдруг стала старой. Нет. Мы говорим о том, что это движение с горки. То есть до 6 лет собака была активной, здоровой, молодой. Начиная с 6-летнего возраста, организм начинает потихонечку изнашиваться. И в этом возрасте психологически главным аспектом является то, что у собаки снижается способность к адаптации. То есть, если у этой собаки начинают происходить какие-то значимые изменения жизни, которые требуют высоких степеней адаптации, 6-летней собаке это будет делать труднее, чем собаке 5 лет, 4 лет, 2 лет и так далее. Это не значит, что это невозможно. Это не значит, что собака не может адаптироваться после 6 лет. Это значит, что ей просто становится труднее это делать. Это связано с лоббильностью мозга. То есть, к 6-летнему возрасту собаке тяжелее формировать новые нейронные пути, формировать новые механизмы, новые навыки и так далее. Повторю, тяжелее. Не невозможно, а тяжелее. Восьмилетний возраст — это следующий кризисный этап, когда часто начинают проявляться первые симптомы снижения активности собаки и некоторого физического ослабления организма. То есть, если 6-летний возраст в основном сказывается именно на психологическом состоянии, в виде затруднения адаптации, то начиная с 8-летнего возраста мы можем начать наблюдать именно снижение активности собаки, физическое ослабление ее организма. И 12-летний возраст — это уже такой пожилой возраст, когда мы можем наблюдать существенное снижение возможностей собаки, существенное ограничение физических способностей. И мы, как правило, начинаем наблюдать, что наша собака начинает все больше проводить времени в пассивном отдыхе и все больше спать. То есть, 12-летняя собака, у нее продолжительность, средняя продолжительность сна увеличивается, то есть, потребность во сне у нее увеличивается. И пожилые собаки, там, 14 лет, они уже могут спать и по 20, даже по 22 часа в сутки. Соответственно, мы с вами понимаем, что в зависимости от того, как быстро произошло изменение, как остро произошло изменение и возникли ограничения у собаки, находится ли собака в естественном процессе старения, или произошло что-то действительно страшное в молодом возрасте. И насколько пострадала самооценка собаки, от вот этого большого количества критериев и факторов будет зависеть то, как будет воспринимать собака те ограничения, которые у нее возникли. Но мне хочется сделать акцент на том, что чаще всего по моей статистике собаки воспринимают потерю каких-то возможностей значительно легче, чем это воспринимает человек. И об этом мы сейчас с вами поговорим на сравнении того, как люди воспринимают ограничения собаки. По моему опыту общения с очень разными собаками, с разными ограничениями, я вижу, что они очень часто воспринимают это скорее как некоторую данность, которой просто нужно адаптироваться, из-за исключения болезненных ощущений. Конечно, если собака живет в хронической сильной боли, это сказывается на состоянии ее страдания. Но когда речь идет о потере каких-то возможностей без болевых ощущений, собаки очень хорошо могут адаптироваться и очень счастливой жизнью прожить то, сколько им осталось. Помимо всего прочего, процесс старения, мне кажется, тоже воспринимается собаке как некоторый естественный процесс. И снижение возможностей переживается ими опять-таки значительно проще, чем переживают люди. Меня очень часто, скажем так, обвиняют в том, что я как будто бы упрощаю и обесцениваю богатый эмоциональный жизненный мир собаки. Но на самом деле, с моей точки зрения, я не упрощаю его в том смысле, что как будто бы он становится каким-то менее значимым, менее важным. На самом деле, мне кажется, что наличие таких развитых коры, лобных долей человека имеет безусловные плюсы, но также имеет безусловные минусы. Потому что жизнь собак во многом проще в хорошем смысле этого слова. У собак нет представления о том, что я становлюсь плохой от того, что у меня теперь нет лапки. Или что теперь меня не будут любить, потому что у меня нет лапки. Собака не думает о том, что с ней что-то не так. Вот все остальные собаки такие, а я такая, поэтому теперь меня не будут любить, поэтому теперь все надо мной будут смеяться, поэтому теперь я не смогу реализовываться, как собака и так далее. То есть всё это присуще нам, людям, как виду, у которого очень сильно развита кора. И эта кора делает нас не только умнее, но она ещё и делает нас тем, кто способен сделать себя объектом собственного исследования. То есть мы начинаем анализировать себя и привносим в этот анализ очень много моралистических, человеческих аспектов, которых просто нет у собак. Не потому что они хуже. На мой взгляд, даже в общем-то, в каком-то смысле они лучше, если так анализировать это. То есть у собак в хорошем смысле всё значительно проще. Если мне больно, да, я страдаю. Но если я могу бегать, если я могу удовлетворять свои потребности, если рядом со мной мой любимый хозяин, который по-прежнему мной гордится и который помогает мне справляться с трудностями, эта жизнь практически ничем для этой собаки не отличается от жизни, когда у неё четыре лапы, и есть зрение, и есть слух и так далее. Поэтому давайте сейчас поподробнее поговорим о том, в чём отличие восприятия человека от собаки. Сейчас я хочу поделиться с вами именно тем, как мне кажется, как хозяева воспринимают ограничения возможностей своей собаки. И это очень важно, потому что, мне кажется, очень многие люди, во-первых, сами очень сильно страдают, когда с их собакой что-то такое происходит. И во-вторых, очень часто люди не решаются, например, взять собачку с тяжёлой судьбой, когда у неё есть такие ограничения. Нам, как мне кажется, очень важно дифференцировать два аспекта. Первый аспект — это то, какие реальные физические ограничения у собаки появляются в связи с тем, что она что-то потеряла. И вот об этом мы говорили с вами в первой части. То есть, что реально физически собака теперь делать не может в связи с тем, что у неё нет лапки, нет слуха, нет зрения и так далее. Второй вопрос, который после этого сразу возникает — можем ли мы это компенсировать? В большинстве случаев нам удаётся в какой-то мере это компенсировать. Но второй очень важный критерий и аспект дифференциации — это вопрос, которым, как мне кажется, очень важно нам людям задаваться. А что эти ограничения собаки значат для меня? Потому что у человека от этого чаще всего и рождается страдание. Если я не могу видеть, это значит, что я не такой, как все. Я плохой. Я инвалид. Меня не возьмут на работу. Я не смогу зарабатывать деньги. Я не смогу делать то, сё, пятое, десятое. То есть у нас, у людей, как только возникает какое-то ограничение, мы тут же, естественно, начинаем думать о том, что это для нас психологически значит. И вот именно это определяет психологическое страдание человека. Потому что, поверьте мне, что это значит, для всех людей будет разное. Есть огромное количество людей, которые живут полной жизнью, психологически счастливой жизнью, даже имея какие-то ограничения, довольно серьёзные ограничения. И есть люди, которые имеют какие-то незначительные ограничения, но при этом для них это тяжелейшее психологическое страдание. Одна из моих любимейших цитат из психологии, это цитата Карла Роджерса «Реальностей столько, сколько людей в мире». То есть мы очень часто апеллируем к этому понятию «объективной реальности». Роджерс говорил о том, что никакой объективной реальности нет. «Реальностей столько, сколько людей в мире», потому что все мы абсолютно воспринимаем наш мир и себя очень по-разному. Мы воспринимаем себя субъективно. И это как раз к вопросу о том, что для нас значат какие-то ограничения, которые на самом деле у каждого из нас есть. И повторю, что очень важный аспект в том, что именно восприятие ограничения приносит чаще всего нам, людям, страдания. И как мы с вами уже поговорили, у собак такого восприятия практически нет. То есть да, безусловно, если собака, например, оказывается на собачьей площадке, и при этом у неё нет возможности видеть других собак, и если эта ситуация продолжается долго и часто, и она от этого чувствует свою неэффективность, да, безусловно, она начинает в какой-то мере от этого страдать. Снижается её уверенность в себе. Но собака никогда не начнёт думать, что она от этого плохая. Она никогда не начнёт думать о том, что жизнь её закончена, что у неё никогда больше ничего не получится. Вот эти вот все вещи присущи только человеку. И мы люди, когда у нас есть собака, у которой есть определённые ограничения, когда у нас собака пожилого возраста, мы естественным образом начинаем проецировать наше восприятие её ограничений на неё. Что значит проецировать? Это значит, что мы приписываем ей те эмоциональные переживания, которые испытываем мы. То есть если я считаю, что она теперь чувствует себя плохой, несостоятельной, ужасной собакой, которая никогда не сможет нормально и эффективно взаимодействовать с другими собачками или гулять или наслаждаться жизнью, если я так её воспринимаю, то я начинаю думать, что она тоже так это переживает. Это и называется проекция. То есть я переношу свои чувства, погружаю их внутрь собаки и уверена на 100%, что именно это переживает собака. И проекция — это то, что мы делаем постоянно, и я уверена, что делают это абсолютно все. Мы проецируем и на здоровых собак, и на собак, у которых нет никаких ограничений, мы постоянно проецируем свои собственные переживания. Таковы уж мы люди. Проекция — это защитный механизм, который, скорее всего, был изобретён психикой для того, чтобы спроецировать, спроецировав на что-то свои переживания, нам было бы легче их пережить. Потому что у большинства современных людей есть огромная проблема в том, чтобы сталкиваться с чувствами, переживать чувства, мы боимся чувств, поэтому мы очень часто их вытесняем. Единственный способ с ними встретиться и как-то их хоть немножко прожить — это вынести их вовне на другого человека, на собаку, на что угодно, и переживать их через собаку. Именно поэтому я очень часто говорю, что собаки — это самые лучшие психотерапевты, потому что они помогают нам справляться с собственными эмоциональными переживаниями и быть с ними в контакте. Мне хочется подчеркнуть, что в этом нет ничего ни хорошего, ни плохого. С моей точки зрения, это определённая данность наших отношений, в этом есть свои положительные стороны, в этом есть свои последствия. И здесь, если вам это интересно, если вам хочется попробовать, поисследовать этот процесс внутри себя, то, мне кажется, будет полезно просто дифференцировать, попробовать подифференцировать своё восприятие инвалидности собаки и восприятие самой собаки. Это крайне тяжело делать, это проще сказать, чем сделать. Иногда людям для этого нужна помощь, специалистов. Но именно поэтому я такое большое внимание в начале лекции уделила тому, как современная зоопсихология, кажется, воспринимает свои ограничения собака. То есть уже эта информация может стать для вас некоторой опорой в том, чтобы подумать о том, насколько действительно страдает моя собака. Поанализировать, как она спит, поанализировать, как она коммуницирует с нами, поанализировать, как она гуляет. Насколько мы видим действительно счастливую собаку, потому что, поверьте мне, собаки, в отличие от людей, никогда не скрывают свой стресс. Это люди, у нас есть вот эта тоже моралистическая идея, что хороший человек — это человек, который никогда не плачет, не страдает, это сильный человек, который превозмогает, преодолевает, добивается и так далее. А человек, который, не знаю, лежит на диване и плачет, это слабый, плохой человек. Поэтому мы начинаем притворяться, поэтому мы начинаем вытеснять все эти переживания. Собака так делать никогда не будет. Если собака страдает, это видно. Да, понятно, если собака страдает чуть-чуть, это не всегда так хорошо заметно, без специальных знаний, но глобально, да, то есть какие признаки мы увидим в том, что собака страдает? Это собака, которая очень часто напряжена. Это собака, которая не двигается, да, активно, спокойно. Это собака, которая не выглядит расслабленной. Это собака, которая не может активно двигаться. Это собака, которая отказывается от прогулок, отказывается от игр. Это собака, чье тело постоянно находится в напряжении. У нее все время опущенный хвост, у нее все время заложены уши. Да, это собака, которая не инициирует никаких взаимодействий с своим хозяином, она не приходит полоскаться. Или наоборот, она постоянно на хозяине, она не может оставить его ни на секунду. То есть огромное количество аспектов могут подсказать вам, что собака на самом деле находится в психологическом дистрессе. И большинству внимательных владельцев это видно и так, без вот этой всей информации, которую я сейчас вам рассказала. Проблема проекции в том, что мы видим просто лежащую на кровати собаку, которая лежит и отдыхает, и нам кажется, что у неё грустные глазки. И в этот момент мы сразу с лёгкостью проецируем на неё свои переживания, потому что у неё, казалось бы, грустные глазки. А когда она счастливо бегает и общается с другими собачками, нюхает землю или играет с вами в мячик, у неё горят глазки и виляет хвостик, это всё мы не очень замечаем, мы не очень обращаем на это внимание. Поэтому у страха глаза велики, мы видим то, что хотим видеть или то, что боимся видеть. Поэтому механизм проекции работает таким образом. Поэтому попробуйте поанализировать, на самом деле честно и искренне себе сказать, как я воспринимаю валидность своей собаки, что она для меня значит. Это значит, что я её скоро потеряю, это значит, что я плохой хозяин, потому что это, например, моя вина, что это случилось. Очень часто именно эти переживания возникают у человека. Это про несправедливость, это про беспомощность, о которой мы сейчас с вами поговорим. То есть, как я на самом деле воспринимаю это и что, я думаю, чувствует моя собака. Эти вопросы могут помочь вам понять, насколько вы проецируете действительно или действительно собака страдает. Я уже произносила это слово, беспомощность. С моей точки зрения, беспомощность или безвыходность, как ещё её называют, это одно из самых трудновыносимых эмоциональных переживаний для человека. Если кого-то очень интересует эта тема, я предлагаю вам как литературу, как отсылку к литературе, почитать Питера Левина. Он очень много, это американский психолог, который очень много исследовал психотравмы у людей. И он обнаружил, что ключевым аспектом травматизации психики человека становится переживание и переживание опыта беспомощности. То есть, это ситуация, когда человек столкнулся с беспомощностью и не смог ничего сделать, чтобы выйти из этой ситуации, преодолеть её, справиться с ней и так далее. И это настолько травматичная ситуация, что вот этот опыт беспомощности, он остаётся таким тяжелейшей, тяжелейшей занозой внутри, который травмирует и ранит постоянно. И из-за этого опыта, сталкиваясь с любой ситуацией беспомощности уже во взрослом возрасте, человек начинает переживать её так, как будто бы происходит то, что происходило в детстве. То есть, то, что называется триггером в психологии. Вот, и вы можете поанализировать, понаблюдать за собой. На самом деле, как говорится, нездоровых людей есть недообследованные. У огромного процента людей есть психологические детские травмы. И в большинстве случаев это действительно так или иначе связано с этим опытом беспомощности. И главный критерий здесь в чём? В том, что когда во взрослом возрасте мы сталкиваемся с ситуациями беспомощности, причём любыми абсолютно. Для меня, например, очень часто это опыт мигрений. То есть, как только у меня начинается мигрень, меня тут же захватывает это ощущение беспомощности, потому что я ничего не могу с этим сделать. И поскольку есть детские травмы, и вот этот опыт беспомощности трудно переживать, для меня это становится страданием по поводу беспомощности. И очень часто это чувство беспомощности возникает в любой ситуации, когда мы ощущаем, что мы потеряли контроль, что мы не можем что-то сделать, чтобы исправить ситуацию. Это ситуации, связанные со столкновением со смертью и страданием. И именно это чувство мы чаще всего проецируем на собак. Это связано с тем, что, во-первых, это одно из самых трудновыносимых для нас состояний, поэтому его важнее всего спроецировать. Во-вторых, это связано с тем, что, естественно, мы воспринимаем собак как кого-то очень сильно зависимого от нас, кого-то более маленького, более слабенького. Такого маленького ребёнка, который беззащитен, беспомощен в этом огромном страшном человеческом мире. И когда с нашими собаками случается что-то плохое, что-то ужасное, естественно, это рождает тяжелейшее переживание беспомощности. Беспомощность того, что я не смогла спасти, я не смогла защитить, я виновата. И вот это ощущение ужасной потери контроля, что теперь я ничего не могу сделать с тем, чтобы улучшить ситуацию. К чему я говорю об этой беспомощности? К тому, что мне кажется очень важно понимать, что есть вот эта дифференциация между тем, что испытывает собака, потому что собака может не чувствовать этой беспомощности, собака может не испытывать этого ужаса. Но мы как бы за неё его испытываем, приписываем это чувство ей, и это начинает очень сильно влиять на наши отношения, потому что собака, естественно, чувствует, что что-то не так, собака чувствует наш тяжелейший психологический стресс. И вот тут-то как раз с собакой может начать очень сильно стрессовать и воспринимать свои ограничения более остро, потому что она видит отношение к этому её человека. То есть если возвращаться к собаке, с моей точки зрения, всё дело в самооценке. Это главный аспект, который будет либо поддержкой, либо фактором серьёзного усугубления состояния собаки с ограниченными возможностями. Самооценка — это субъективное восприятие собакой собственной значимости, то есть насколько она значима внутри стаи, как её важный член, и насколько эффективно её поведение. То есть когда собака видит, что она способна решать задачи, преодолевать трудности, её самооценка растёт. Когда собака постоянно сталкивается с собственными ограничениями в решении каких-либо задач, её самооценка снижается. И очень важным фактором формирования самооценки является отношение к собаке значимых социальных партнёров. То есть самооценка — это один из психологических феноменов, практически единственный, который формируется практически полностью только под влиянием отношения значимых социальных партнёров, то есть нас с вами, семьи. То есть какой мы видим собаку, такой она себя и считает. И подтверждение этого мы видим постоянно. Самые большие проблемы с самооценкой обычно у собак мелких пород. Хотя многим хочется сказать, что это избалованные собаки, которые вон она бросается на всех овчарок, значит у неё неадекватно завышена самооценка. Но на самом деле вполне понятно, что такое поведение чаще всего именно связано с тревогой, со страхом, и собака таким образом как раз пытается спастись. И почему с маленькими собаками? Потому что легче всего воспринимать именно маленькую собаку как маленького несамостоятельного щеночка, ребёночка, которому постоянно нужна моя помощь. И если мы воспринимаем собаку как несамостоятельную, неспособную решать какие-то задачи, которые нужно постоянно оберегать, естественно, и сама собака будет считать себя таковой. Поэтому главные факторы, которые приводят к снижению самооценки собаки, это, казалось бы, очень диаметрально противоположный характер отношений, но на самом деле по качеству эти отношения одинаково плохо влияют на самооценку собаки. Это гиперопекающие отношения, и это отношения, когда мы воспринимаем собаку как условно солдата, который должен выполнять все наши требования, да, то есть мы стремимся к тому, чтобы полностью автоматизировать поведение собаки, да, то есть как в армии, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Очень разные отношения, очень разные семьи, но на самом деле одинаково они влияют на самооценку собаку, собаки, потому что как гиперопекающие отношения, так и вот такие жесткие отношения в основе своей держат одно единственное убеждение – нельзя позволять собаке самостоятельности. При гиперопекающих отношениях причина в том, что нам страшно за собаку, мы боимся, что с ней что-то случится, поэтому мы не даем ей проявлять самостоятельность и постоянно ее, да, хватаем на ручки, прячем от опасности и так далее. При более таком жестком отношении к собаке здесь понятно тоже, да, никакой самостоятельности, делай, что я сказал, да, иначе будет плохо. Но, повторю, да, здесь и там, и там это ограничение самостоятельности собаки, поэтому очень важный аспект, да, мне кажется, важно помнить о том, что не сама инвалидность и ограничение собаки приводят к снижению самооценки, а наше отношение к ним. Большинство владельцев, естественно, которые переживают о своих собаках, тревожатся о своих собаках, как они воспринимают свои ограничения, да, большинство владельцев, таких владельцев, да, склонны именно к гиперопекающим отношениям. Да, то есть моя собака потеряла какую-то способность, и теперь мне нужно за нее все решать, мне нужно ее ограничивать, да, от возможных сложностей, от возможных проблем, не дай бог, чтобы она не столкнулась, да, с какими-то переживаниями. Да, и вот это вот ограничение самостоятельности собаки, который доходит до какой-то крайности, да, оно приводит к тому, что собака понимает, ну, раз за меня все решают, значит, я сама не справлюсь, да, и вот тут-то как раз самооценка такой собаки может очень существенно снизиться. Поэтому с моей точки зрения, если говорить не вот о жестких отношениях, да, если говорить о любящих владельцев, для которых довольно значимо эмоциональное переживание собаки, ее потребности, ее счастье, я обычно наблюдаю две такие крайности отношения к собакам с ограниченными возможностями. Это иллюзия вечной молодости, это тоже очень понятная для меня, понятный психологический защитный механизм. Да, когда я вижу, что моя собака начинает стареть, когда я вижу, что у моей собаки есть какое-то значимое хроническое заболевание, естественным образом возникает такое огромное количество страха за ее жизнь и за потерю ее, что мне хочется этого не видеть. Мне хочется вытеснить всю эту информацию из своего сознания, и мне хочется давать собаке вот это вот, мне хочется видеть, что моя собака по-прежнему молода, здорова, активна и так далее. Мне по-человечески это очень понятно. Проблема этого отношения в том, что таким образом мы будем неосознанно постоянно давать собаке слишком большую нагрузку, чтобы доказать себе, что наша собака еще ого-го, что она еще молодая. То есть нет-нет-нет, ты не стареешь, поэтому мы с тобой по-прежнему будем ходить полтора часа на прогулке, даже если у тебя коляска, или даже если ты ничего не видишь, или даже если тебе тяжело и тебе уже там 14 лет. То есть мы будем давать собаке какую-то нагрузку, с которой она не будет справляться, потому что это слишком. И от этого будет снижаться ее самооценка. Другая крайность – это поставить крест на собаке. То есть все, ты теперь не можешь видеть, или у тебя такое-то заболевание, поэтому что теперь мы можем сделать, все, как бы дорога уже идет в определенную сторону, ничего уже хорошего не будет, поэтому все, мы с тобой больше не будем особо гулять, я буду ограничивать тебя от любых трудностей, от любых проблем. Лежи спокойненько, отдыхай, ничего не делай, главное, чтобы ничего плохого больше не случилось. И в том и в другом случае мы ставим собаку в ситуацию, когда она не справляется с трудностями. В первом случае, потому что их слишком много, они слишком большие. Во втором случае, потому что этих трудностей нет. Или хозяин за меня эти трудности решает. Поэтому, с моей точки зрения, наша главная задача, ну я бы сказала, что их две. Первая задача – это максимально постараться дифференцировать свое отношение к ограничениям собаки и реальное отношение к этому собаке. И вторая задача – это создать для собаки такие условия, в которых она будет справляться с трудностями. И здесь важны все эти три слова. То есть нужно, чтобы собака справлялась, чтобы у нее был постоянно этот опыт, что я еще ого-го, я могу. Я и вот это могу, я и вот это могу, и это могу. Я молодец. То есть трудность нужна для того, чтобы с ней справляться. Но важно, чтобы эта трудность была такая, чтобы с ней справляться. Поэтому, когда мы имеем дело с собакой с ограниченными возможностями, мне кажется, важно просто сесть, подумать про свое отношение, про ее отношение, подумать о том, какую жизнь, какую среду мы можем создать для этой собаки, чтобы максимально скомпенсировать ее ограничения, насколько это возможно. И при этом дать собаке по-прежнему жить собачьей жизнью, настолько, насколько она может. Если вы видите, что у вас пожилая собака или собака с какими-то еще ограничениями, и, например, на собачьей площадке очень много молодых активных собак, особенно подростков, которые любят за ее счет самоутверждаться, да, такую ситуацию лучше всего убрать из ее жизни, потому что это будет постоянным напоминанием ей о том, что она с этой ситуацией справиться не может. Да, если наша собака не выдерживает полуторачасовую прогулку, как раньше, да, мы можем постепенно, понемножечку начать сокращать эту прогулку, да, сначала гулять час двадцать, потом час десять, час, и посмотреть, на какой продолжительности прогулки она будет чувствовать себя комфортно, и, приходя домой, она будет чувствовать себя уверенно, у нее будет поднятый хвост, она будет довольна и подбегать вам и говорить, «Мам, мам, я молодец, смотри, что я умею, я вот это могу и вот это могу». Да, мы можем создавать различные трудности в игровой форме, да, мы можем заниматься собакой определенными играми, в которых она будет получать положительный опыт, да, и бонус этих игр в чем? В том, что какие бы ограничения у собаки ни были, мы всегда можем этими играми придумать что-то, какую-то нагрузку, с которой собака сможет справиться, и эти игры не обязательно должны быть какие-то очень физически активные. Поэтому я хочу подчеркнуть, что у нас с вами есть довольно большое количество возможностей, упражнений, различных вариаций и ситуаций, которыми мы можем поддержать нашу собаку, которыми мы можем дать собаке возможность справляться с трудностями, да, то есть дать ей возможность чувствовать себя по-прежнему очень значимой и очень эффективной. То есть, с моей точки зрения, самый главный аспект – это ваша поддержка, да, это понимать те ситуации, в которых нужно собаку действительно ограничить, чтобы это не било по ее самооценке, и при этом максимально поддерживать ее, как говорится, во всех ее начинаниях, и дать ей возможность чувствовать себя настоящей собакой, которая живет настоящей собачьей жизнью, удовлетворяя свои видовые потребности, да, и при этом гордиться ей, да, тем более гордиться тем, что она адаптируется, да, к таким довольно серьезным и значимым ограничениям, и при этом умудряется быть очень-очень счастливой и любимой собакой. Спасибо вам всем большое за внимание, надеюсь, что эта лекция была интересна и полезна, и очень надеюсь, что мне удалось вдохновить вас на то, чтобы создавать очень гармоничные отношения с такими собаками, не бояться их брать, да, и помнить о том, что они могут прожить очень-очень счастливую жизнь, даже имея такие значимые ограничения. Кошки с инвалидностью, конечно же, бывают для нас особенными в плане подхода к воспитанию, в плане подхода к организации их среды и уходу за ними, но довольно часто сами животные совершенно не осознают, что они чем-то отличаются от своих собратьев. Особенно те, кто родился с своей особенностью и жил с ней вот с самого-самого рождения. Они и не понимают, что могло быть как-то по-другому. А организм часто адаптируется к тому, что произошло. То есть одно чувство может заменять другое. Например, котики, рожденные глухими, совершенно не страдают от этого. Они прекрасно себя чувствуют, так же играют, учатся взаимодействовать с хозяином какими-то другими путями, кроме того, чтобы его слышать. Котики, которые слепы с рождения, они учатся ориентироваться с помощью вибриз, с помощью осязания, с помощью слуха. И эти их чувства, они компенсируют отсутствующее зрение. Также котики, которые совсем в молодом возрасте потеряли конечности или, например, родились атоксиками, то есть это животные, у которых отсутствует нормальная координация движений, они также приспосабливаются к своему недугу и уже ведут себя, в принципе, практически как обычные кошки. Но при этом, конечно же, они могут понимать, например, свою уязвимость перед собратьями, когда он не может победить в какой-то шуточной драке или он не может каким-то образом куда-то забраться, куда могут забраться его однопометники, например, или друзья кошки. И тогда он, конечно, этот котик будет чувствовать себя, ну, фрустрированным, скажем так. Это не будет какое-то сожаление о том, что я не такой, как все, потому что, ну, кошки это и осознать не могут. Но фрустрация от того, что я не смог поймать вот этот вот мячик, а вот кто-то смог. Я не смог забраться на диван, а кто-то смог. Вот мы там с братиком, скажем, подрались, он все время побеждает, потому что у него там более сильные лапки. Вот это может действительно фрустрировать кошек. И у меня вот под наблюдением есть несколько каких-то кошек с особенностями. И в том числе вот мне рассказывали, как кототоксик, который бежит за какой-то мышкой, он бежит, бежит, он хочет ее поймать, он прыгает и промахивается. И вот по нему видно, что он очень этим раздосадован. То есть их больше фрустрирует факт того, что они не смогли добиться чего-то, чего они хотели, и совершенно они не понимают, что почему так случилось. Поэтому наша задача этим животным помогать, делая им доступную среду, делая им правильные игрушки, которые они смогут поймать. Например, с глухими кошками вы можете взаимодействовать с помощью жестов. Их быстро этому научите, они будут понимать, что вы им говорите. Например, можно показывать им вот так, и они запомнят, что это значит, иди сюда или иди кушать, я тебе положил еду. Можно им показывать как-то так, и они будут знать, что это значит, остановись, перестань. То есть здесь это просто вопрос дрессировки. И мы используем для дрессировки здесь не голос, а мы используем жесты. И также вопрос безопасности. Потому что, например, глухие кошки могут пугаться, если вы неожиданно подошли сзади, если как-то их, ну, они не слышали, и что-то произошло внезапно, они что-то увидели. Поэтому это надо иметь в виду. Те же слепые животные, они хорошо используют осязание, особенно кошки. У них кругом вибриссы, они чувствуют дуновение, они чувствуют все вокруг себя. Им, может быть, тоже стоит сделать какую-то доступную среду, чтобы они часто у них не менялись местами предметы, чтобы они помнили, где какие предметы находятся. Не переносить их куда-то в неожиданные места и не ставить внезапно в это неожиданное место, чтобы они были дезориентированы. Также, когда вы подходите, всегда предупреждать голосом, что я подхожу, вот он я. И тогда эти кошки, в принципе, смогут жить практически так же, как зрячие. Я вам так скажу, что вот глухие и слепые кошки, если вы не знаете, что кошка глухая или слепая, и она вот живет в квартире, вы зайдете, и вы никогда этого с первого взгляда не поймете, потому что они адаптируются до такой степени, что просто вот по ним этого не сказать. Если у кошки есть какая-то проблема с передвижением, это котики, например, спинальники, или котики-инвалидики без лапки, или это атоксики, у которых раскоординация движений, здесь очень важно сделать доступную среду. То есть если кот, например, у него нет одной задней лапки и одной передней лапки, он вполне может лазить на такие же огромные комплексы, как и полноценные коты, это ему совершенно не помешает чаще всего. Поэтому таким котикам просто, может быть, брать и делать такие комплексы и полочки, где будет меньшее расстояние между снарядами, чтобы им просто не прилагать слишком сильные усилия. То есть не надо им просто голый столб брать, по которому надо наверх забираться. А если у котика, например, плохо держится, например, атоксик, он может упасть там с подоконника или упасть с какого-то снаряда, с комплекса, то сделать какие-то заходы на диван, например, продают специальные даже лесенки, но они чаще для собак маленьких используются, но можно и для кошек, у которых какие-то проблемы с передвижением, чтобы он мог забираться и слезать с кровати, чтобы он мог куда-то карабкаться в безопасное место, откуда он не упадет, чтобы себе навредить. Можно делать какие-то маты внизу дивана, если кот склонен к тому, чтобы залезть и с него как-то скатываться, падать. То есть обивать диваны какой-то специальной обивкой, чтобы не жалко было, если кот цепляется коготочками, потому что, например, токсики, когда падать начинают, они пытаются уцепиться за что-то и не упасть. Также котики, например, спинальники, им также можно делать какую-то доступную среду, чтобы они могли забираться, цепляясь передними лапами и залезать на диван, на кровать. То же самое касается лотков. Если у кошки раскоординация движения или кошка не может задние лапы использовать, но мочевой пузырь работает, она может залезать в лоток, то здесь нужно думать о том, чтобы приобретать какие-то лотки, куда кошке удобно забираться с низкими бортиками или, наоборот, это закрытые лотки, где кошка не упадет. То есть что-то подбирать такое, что будет удобно кошке. Может быть, не с первого раза получится, но можно организовать настолько комфортную среду, что у животного будет минимум поводов для фрустрации. В тех же играх поддаваться тому, кто с трудом может увидеть и поймать игрушку. Те же игры, например, для спинальников, которые не могут очень быстро передвигаться, сделать более стационарными. Хотя многие спинальники прекрасно на своих передних лапах бегают со скоростью света по квартире. И здесь под каждую кошку вы должны подстраиваться, под каждую конкретную. И не надо думать, что если у кошки какая-то такая серьезная проблема, что вот у нее не ходят задние лапки, значит, вся ее жизнь теперь превращается в ужасную, какую-то тоскливую. И вообще кошка страдает просто из-за факта, что у нее не ходят лапки. Нет. Если вы правильно подойдете к воспитанию, к организации среды, к знакомству ее с другими животными, опять же, да, которые, в принципе, способны понять, что, например, она не может им где-то ответить, что она не может где-то от них убежать. И если вы будете правильно модерировать их поведение, то тогда все будут прекрасно жить, счастливо. И кошка никогда не поймет, что с ней что-то не так. Спасибо.